Когда стало известно, что расстрел произошел в гей-клубе, многие подумали, религиозный фанатик, и оказались правы. При этом вероисповедание могло быть любым, ведь православные христиане избивают представителей ЛГБТ в Грузии и в России, протестанты в США и Канаде, католики в Польше и Бразилии. Ортодоксальный еврей прошлым летом в Иерусалиме убил девушку и ранил пятерых на гей-параде. Исламисты сбрасывают геев с крыш в Ираке и Сирии. Прокуроры Саудовской Аравии добиваются для геев цивилизованной смертной казни. Все это религиозный экстремизм. Вопреки клише, поборники радикального ислама составляют меньшинство среди совершивших массовые расстрелы в США за последние два десятка лет. Список террористов и диагнозов составила Ксения Муштук. 20 апреля 1999 года. Массовое убийство в школе Колумбайн, штат Колорадо. Старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиборд расстреляли 13 подростков, а затем покончили с собой. Следствие выяснило, что убийцы готовились к атаке более года, скупая оружие у знакомых. Планировали взорвать школу. Эксперты считают, что мотивом преступления стала зависть к более успешным сверстникам. 16 апреля 2007 года. Расстрел в Политехническом институте штата Вирджиния. Преступник, 23-летний, выходец из Южной Кореи Чо Сын Хи. Открыл стрельбу в общежитии и учебном корпусе. От его рук погибли 32 человека. По данным полиции, Чо Сын Хи, который застрелился на месте преступления, страдал шизофренией. В его компьютере были обнаружены видеосообщения, в которых он выражал ненависть к богатым и сравнивал себя с Иисусом Христом. 5 ноября 2009 года. Массовое убийство на базе Форт Худ в Техасе. Погибли 13 человек. Убийцу 39-летний военный психиатр не дал Малик Хасан. В настоящее время ожидает смертной казни. В ходе расследования выяснилось, что Хасан выступал против военных операций США в Афганистане и Ираке. Часто посещал веб-сайты, пропагандирующие идеи радикального ислама. 20 июля 2012 года. Трагедия в городе Аврора, штат Колорадо. 24-летний Джеймс Холмс вошел в кинотеатр и открыл беспорядочную стрельбу. 12 человек погибли, 58 получили ранения. Сопротивление при аресте Холмс не оказал. Признан вменяемым и приговорен к пожизненному заключению. Мотивы этого преступления до сих пор не установлены. 14 декабря 2012 года. Массовый расстрел в начальной школе Сэнди Хук, штат Коннектикут. 20-летний Адам Ленза убил 20 первоклассников и семеро взрослых, включая собственную мать. Застрелился на месте преступления. По данным следствия, страдал одной из форм аутизма. 16 сентября 2013 года. Массовое убийство на Вашингтонской военной верфи, округ Колумбия. 34-летний электрик, бывший служащий ВМФ Аарон Алексис, застрелил 12 человек. Сам был убит сотрудниками полиции. По версии ФБР, Алексис страдал паранойей. Он считал, что его контролируют при помощи сверхнизких частот. 17 июня 2015 года. Стрельба в Чарльстоне, Южная Каролина. 21-летний Дилан Руф расстрелял 9 прихожан методистской церкви. Все погибшие – афроамериканцы. Убийца, суд над которым еще не завершен, оказался наркоманом, одержимым идеей превосходства белой расы. Дилан Руфу грозит смертная казнь. 1 октября 2015 года. Массовое убийство в университете Ампкуа, штат Орегон. Преступник – уроженец Англии Кристофер Шон Харпер Мерсер. 26 лет. Застрелил 9 человек, после чего покончил с собой. По данным следствия, устроил стрельбу, чтобы стать героем новостей. Полицейские также установили, что убийцу за месяц до этого собирались отчислить из университета за неуплату. 2 декабря 2015 года. Расстрел в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Двое убийц расстреляли 14 и ранили 22 человека в Центре для людей с ограниченными возможностями. Нападавшие, которые оказались мужем и женой, погибли в перестрелке с полицией. В доме уроженца США Саеда Резвана Фарука и гражданки Пакистана Ташфин Малик было найдено оружие, патроны, взрывчатка и материалы для изготовления бомб. Ответственный за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова